В автомобиле я сегодня встречаю закат. И делаю я это не по доброй воле. Причина в том, что какой-то очень, видимо, высокопоставленный чиновник решил, что полтора часа ожидания для людей, которые стоят во все стороны в районе Киевского шоссе, Ленинского проспекта, могут подождать, пока он наконец проедет. Все время едут какие-то мотоциклисты с мигалками, какие-то скорой помощи во все стороны. И вот мы уже полтора часа стоим, в очереди выстроились во все стороны. Я попытался прорваться в город через МКАД, сейчас попытаюсь прорваться уже через область, но везде, везде стоят очереди. Единственное, что радует, что я сижу в ТАХО, потому что ТАХО, по сути, это маленький дом. Я сижу, смотрю сейчас, как тут работает подсветочка, потому что подсветочку я здесь еще не наблюдал. Ну и, в общем-то, нашел ряд интересных опций дополнительно, которые, ну, надо же во всем находить оптимизм какой-то, да, и какие-то плюсы. Что я здесь нашел? Кроме того, что с утра я нашел поднимающуюся вот эту вот штучку у экрана, кроме этого, сегодня я немножко разобрался с системой CarPlay. Здесь у меня подключен смартфон, в данном случае iPhone. У меня появляется здесь интерфейс, собственно говоря, моего смартфона в данном случае. Я вижу здесь время на нем, я вижу здесь, что он работает LTE, у него связь, полная антенна. И я могу мало того, что с него набрать, я могу использовать любые абсолютно иконки, то есть музыка, например, карты, да. Я прямо здесь нажимаю на экран, на тачискорин, и у меня загружаются гугл-карты. Любые пробки, любые развязки, любой маршрут вместе с пробками, с подсказками голосовыми, прекрасно работает. Вот так и едем все время с дребезжающим сиденьем по паркингу. Вот чуть-чуть идет препятствие, все время на сиденье, как на вибромассажере. Вот это, друзья, самый оптимальный цвет у этого автомобиля. Оптимальный потому, что он хотя бы выглядит более-менее приличным. Как только включаюсь ближний, а чтобы добиться только габаритов этих полосочек узких, нужно специально переключать переключатель каждый раз. Кроме того, ближний у этого автомобиля очень плохо. Я сейчас включу ближний, и вы увидите. Вот в таком режиме начинают работать фары, когда переключатель стоит в режиме авто, включаются вот эти вот светодиодные полосочки, и сверху вот эти вот желтые убогие линзы. И каждый раз, вот я, например, с удовольствием их выключаю, потому что реально, ну просто некрасиво смотрится. Этот цвет, во-первых, желтый, во-вторых, он очень плохо, и он реально на трассе плохо освещает. Я думаю, что существует несколько решений для этой проблемы. Во-первых, на вернита существуют какие-то тюнинговые фары, но американцы явно не могли оставить такой ужас на своих автомобилях. Я понимаю, что маркетологи это разделили, оставят ксенон для, наверное, более богатых, для кодилаков, например, для этой же платформы. Но, тем не менее, на вернита существуют какие-то тюнинговые варианты фар. И второй вариант, что сделал бы я, я бы отдал сразу эти фары в работу какому-то мастеру, который грамотно их бы переделал под ксенон. Именно с соблюдением галочки, линзы, то есть со всеми соблюдениями вот неколхозных правил. Пусть это будет дорого, но, по крайней мере, в этой машине, мы просто обязаны ксенон по двум поводам. Во-первых, это некрасиво, во-вторых, они просто банально плохо светят. Вот такое еще одно вечернее наблюдение после очередного дня эксплуатации. Итак, друзья, у нас очередная поездка, которая займет 3 часа 54 минуты, судя по навигации по гуглу. И за это время я должен проехать всего 210 километров. И сегодня я еду пассажиром. И причем, знаете, какая-то странная такая реакция. Действие этого автомобиля именно на меня. Не задумываясь совершенно, зашел в магазин, думаю, надо купить какого-то пива. Ну, просто вот в дороге, чтобы немножко было веселее. Тем более есть холодильник. Ребят, купил Миллер. Много лет уже не пил пиво Миллер. Правда, Миллер, конечно, уже не тот. Производится он где-то у нас там в Калуге. Вкус совершенно не тот, который был когда-то изначально. Но, тем не менее, пиво американское. Надо было выбрать из всего обилия вот этого вот пива, которое стоило на полку. Американское. Но в то же время сейчас могу вам рассказать о том, что пассажирам чувствую себя неплохо. Вот эта ширина сидения, она, конечно, себя очень оправдывает. То есть сидишь прямо роскошно, подлокотник под рукой, холодильничек работает. Я еду из Москвы во Владимирскую область. Это чуть-чуть за городом Владимиром. И среднюю скорость мне рассчитывает, получается, 50 км в час. Друзья, я считаю, что если автомобиль американский, то есть такая легенда, что он должен потреблять практически любое топливо. 92-й, я думаю, самое то для него. Хотя наверняка по паспорту нужен 95-й. Но хотел попробовать заправить 92-й. Причем, знаете, выбрать адскую заправку и посмотреть, прокатит или не прокатит. Заезжаю на заправку, ничего здесь нет, заправка мертвая. Когда-то здесь кипела жизнь. Когда-то здесь был шланг, шланги уже оторвали. Кто-то когда-то заправил 25 литров. Это был, видимо, последний человек, который заправился. И знаете, что мне напоминает эта заправка? Такое ощущение, что пока я здесь стою на своей машине, и сейчас подъедет такая девятка. Ну и что за дела? А я им скажу, маффан возьмете вместо бензина. Но видите, ребята, это время прошло. Придется ехать на цивилизованную заправку. Слушай, а тут в бензобаке, кстати, нет крышки. Я думал, что я это увидел. Тут прям такая сразу шторка. Сейчас как раз самое время поговорить уже о расходе. Уже пошла первая заправка. Можно понять, сколько эта машина потребляет. Реально минимум, которым не удалось на этой машине добиться расхода, это где-то 12 литров. А максимум где-то 17-18. Но это с мертвой пробкой, потому что стоим мы, конечно, жестко в пробках московских. По три часа бывает машина молотит. И спасает только то, что ты действительно едешь вот в этой квартире, фактически на Тахо. Ну а сейчас попробуем вот эту вот бурду залить Владимирскую 92-й. Я так говорю не потому, что я унижаю наше топливо, а потому что реально заправки такие, знаете, топливные. Дай бог, чтобы все было хорошо. Я надеюсь, американский мотор это все становится. А зато смотри, какая красота там. Вот они где просторы. Были бы еще дороги хорошие. КОНЕЦ Ребят, по-царски как я вылезаю через порог. Кстати, порог довольно силовой на самом деле. Ему, ну мои, 80 килограмм он держит легко. Я думаю, может даже 2 по 80 выдержит с двух сторон. Сейчас уберется. Ну а мы, друзья, находимся во Владимирской области. Даже не Владимирской, это уже ближе к Нижнему Новгороду. Приехали на небольшой отдых. Есть впечатление об автомобиле, потому что я был в качестве пассажира, но в то же время был и спереди, и сзади, и везде лазил между сиденьями. Еще расскажу вам про это отдельно, но тем не менее очень интересно. Комары летают. Красивый закат, вообще обалденный. Но летают комары. Кстати, светодиодная оптика сзади. Сразу мы видим такие интересные моменты. Ну машина выглядит достаточно интересно. То есть у нее заднее оформление кормы, очень такая она массивная. Правда, номер подсвечивается желтенькими лампочками. Я бы, конечно, хотел беленькие светодиодные. То есть было бы поинтереснее, если бы было так оформлено. И давайте с вами проэкспериментируем. Этот автомобиль у нас открывается с вами вот такими движениями. Вот, кстати, это момент классический, который происходит у людей, которые открывают плотно набитый багажник. А у нас что упало? Ну у нас упали инструменты оригинальные. Я надеюсь, что ничего с ними не произойдет. Мы начинаем разгружать. Мы приехали сюда с московской пиццей, с чемоданами. Вот машина на самом деле настолько высокая, что некоторые вещи просто не замечаешь с высоты своего роста. Потому что, ну вот крыша, да? Ну я вижу, что рейлинги есть наверху. Но вот этот рог я не видел вообще. Я его случайно увидел, когда подъехал, и именно с высшей точки немножко посмотрел на машину и думаю, что тут какой-то странный рог. Может, как у каких-то грузовиков сверху, какие-то габаритные огни. Потом думаю, нет, а второй что ли потеряли тогда? Где второй? И только в процессе, уже подумав немножечко, поизучав крышу сверху, я понял, что это все-таки антенна GPS. Такая же, как обычно на крыше сзади бывает в плавнике или еще в чем-то. Вот так оригинально у Таха вынесли антенну. Ну и теперь, когда позади осталось несколько тысяч километров, пришло время заглянуть под капот этого автомобиля, потому что я изучил его динамику, я изучил его расход топлива, и мне самому стало интересно, что же находится под капотом. В принципе, я сейчас с вами поделюсь именно теми впечатлениями и той информацией, которую мне удалось собрать за время эксплуатации этой машины. Что примечательно, что несмотря на то, что это огромный американский внедорожник, и всю жизнь эти машины делались из кучи металла на раме, американцы все-таки уже озаботились тем, что масса автомобиля чрезмерная. Хотя это все компенсировалось крупнолитровыми моторами, вот всеми этими масштабными американскими форматами, тем не менее, американцы решили, что пора использовать алюминий в конструкциях своих автомобилей. И здесь капот и крышка багажника сделаны из алюминия для снижения массы. Там около 50 килограмм они выиграли. Но, в принципе, была необходимость для нового поколения, чтобы машина была немножко легче, немножко больше, немного экономичнее. Все это достигалось там теми или иными решениями. И вот как раз с точки зрения облегчения веса были применены алюминиевые детали. Что интересно, вот капот, когда открываешь капот, если нет никаких упоров, обычно вес ощущается вот по тому, как поднимаешь капот. Но он здесь поднимается легко. И вы скажете, ну, конечно, потому что работают какие-то газовые упоры, очевидно, у капота. Но это не так. Упоры тут есть, но они не газовые. Тоже интересная американская классическая конструкция. Здесь находятся прям такие скручивающиеся пружины. То есть это не классические газовые упоры, наполненные, а поднимают именно пружины. Что еще интересно, вот глядя на двигатель, вообще нет понимания того, что это мотор Chevrolet или какой-то там другой бренд. Потому что нет ни одного обозначения. Такое впечатление, что на крышках просто забыли поставить логотипы производителя. И такое же впечатление, что увидев это и осознав это, взяли и добавили надпись Chevrolet вот здесь вот на пластмассовую крышку. Вообще много интересных моментов, которые мне, например, необъяснимы. Они детальные, может быть, и субъективные, но бросаются в глаза. Мы видим распорки. Здесь такие, причем распорки. Каждая распорка имеет какую-то маркировку с бумажной наклеечкой Taha, похожей распечатанной на лазерном принтере с осыпающимся порошком. Но я думаю, это последствия все, наверное, питерской сборки или белорусской, потому что этот автомобиль производства было переведено из-под Питера. Вся, я так понимаю, конверная линия перешла в Беларусь. Насколько мне это известно. А вот этот упор здесь уже обернулся в какой-то вот такой вот чехольчик совершенно непонятного значения. Хотя они, в общем-то, симметричные. Один вот в чехле, другой без. И вообще многие вещи, конечно, классические, американские, если приглядываться. То есть у нас есть вот такие вот щупы, изгибающиеся, да? Это у нас, смотрите, прям замок на нем, на этом щупе сверху. Это щуп в автоматическую трансмиссию. Трансмиссия тут американская, шестиступенчатая. И, в общем-то, о ее надежности, наверное, говорить пока рано. Хотя я думаю, что американцы уже прогрессировали до того, чтобы эти трансмиссии не были, не считались прям конкретно ненадежными, как раньше бывало, что японская это хорошо, а американская это не очень. Мы видим, что рекомендовано масло. 0W20. По рекомендации производителя, причем Dexos. Масляный щуп здесь же находится. И вообще этот восьмицилиндровый агрегат, он имеет ряд вещей, опять-таки, не свойственных американцам. Во-первых, это самое главное, что можно отметить, это отключение части цилиндров. То есть из восьми цилиндров четыре при малой нагрузке отключаются. И появляется надпись, соответственно, V4 и V8. Мы в пути это уже наблюдали. Потом есть ряд определенных моментов, которые использованы в технологии этого двигателя, которые раньше американцы не использовали. То есть это изменяемые фазы газораспределения, это работа со впрыском. То есть, тем не менее, вот как-то им удалось, несмотря на этот гигантский объем в 6,2 для этого автомобиля, выйти на какие-то более-менее разумные цифры расхода топлива. Хотя, что странно, что для этого автомобиля существует версия с мотором 5,3 бензиновым. Но в России такие моторы не продают. Но я думаю, причина в том, что такие машины не поставлялись, не собирались для России, не были даже запланированы General Motors, потому что, уж как называется, семь бед, один ответ. Все равно мотор мощный, мотор прожорливый. И какой смысл делать какой-то там 5,3, когда уже сделаем 6,2 максимум. И все равно налог обременения налогом высокий, расход высокий, поэтому потребитель, если уж берет, так настоящий американский маскл-кар с объемом 6,2. Кстати, разгон у этой машины до 100 км в час 6,8 секунд. И в принципе, эта динамика, она ощущается. То есть, когда на этой машине стартуешь со светофора, конечно, во-первых, впечатляет, вот этот вот рык приятный, но я бы, наверное, сделал бы у этого автомобиля еще какой-то выхлоп, бы дополню. Возможно, заднюю банку поменял бы, для того, чтобы она еще больше звучала. Потому что, в принципе, это фишка этого автомобиля, то, что она едет с таким характерным рыком и вкусным таким звуком многолитрового двигателя. Даже когда вот я на этом автомобиле сейчас двигался по маленьким улочкам коттеджного поселка, то такой басовый, басовитый выхлоп, сочный, он прям, знаете, отражался от домов и это приятно, это чисто американская фишка. А теперь пришло время протестировать задний отсек. Он и багажный, он и пассажирский одновременно. И не забываем, что у нас на тесте машина версии LTZ. LTZ это максимальная версия, она стоит где-то тысяч на 600, на 700 подороже, там под 4 миллиона у нее стоимость. При том, что база начинается где-то от 3 с копейками. И это означает, что у нас сзади не сплошное сидение, а сидение раздельное. Я вам сейчас объясню причину. Потому что сначала мне было тоже непонятно, зачем это сделано. То есть по теории у нас просто взяли и убрали из середины полностью сидение. То есть логично, что не было бы подлокотников, здесь был бы диван и садился бы третий человек, а так третий человек сесть не может. Но в этом есть своя прелесть. Во-первых, машина очень просторная. И я считаю, что машина идеальна для семьи, например, большой семьи. Допустим, это 6 человек, четверо взрослых, допустим, и двое детей. Потому что у нас получается схема следующая. Во-первых, два человека сидят сзади очень комфортно. Они могут сидеть с подлокотником. То есть вот это действительно удобно, когда ты сидишь, откинувшись на сидение и опираешься рукой, вот у тебя здесь свободное место. Далее, что у нас есть? У нас есть сзади экранчик для DVD. То есть мы можем смотреть сзади DVD. Причем, честно говоря, я не понял, как к нему что-то подключить. Более-менее современные, потому что, учитывая, что в машине есть CarPlay Apple-овский, который можно подключать смартфон и можно транслировать свою навигацию и так далее, могли бы, конечно, этот мониторчик дать возможность использовать как-то более современно. Хотя, вот я, например, не нашел даже портов HDMI здесь. Хотя, у меня была, честно говоря, идея подключить сюда PlayStation. Потому что ехали в дальнюю поездку, ехал с сыном и все равно взяли с тобой PlayStation. Я говорю, давай подключим PlayStation. Потому что у нас есть розетка, 220 вольт вот здесь она находится. обычный. То есть, это у нас на тюльпанчиках и нет никаких HDMI. У нас просто такого провода не было. Есть USB-код. Ну и здесь, соответственно, находится климат-контроль и прикуриватель. Значит, соответственно, подключить PlayStation у нас не получилось, потому что банально не было с такими тюльпанами разъемчика аудио и видео. Хотя, технически, практически, мы были к этому близки. Но, тем не менее, возвращаясь к конфигурации сидений, я вам сейчас объясню, зачем сделан этот проход. Дети могут спокойно входить, выходить, бегать зац-перед и не беспокоить взрослых. То есть, человек взрослый, он может даже ребенка вот здесь пропустить. Не, ну понятно, допустим, надо выйти, чтобы выпустить. Что тоже удобно делать благодаря выдвигающимся электрическим подножкам. Но самое главное, что вот этот вот проход, он является как бы официальным проходом, где могут курсировать пассажиры. И смотрите, что мы сейчас делаем. То есть, я беру по этому проходу и вот так вот, как крупный, толстый, неказистый ребенок, залезаю назад. И еще раз. Вот такой вот трансформер у нас получается. То есть, кнопочкой раскладывается, складывается руками. Все довольно просто и удобно. В потолке у нас здесь есть вентиляционные отверстия, потому что есть сзади отдельный климат для пассажиров. Крючочки какие-то есть для вещей. И, конечно, огромное количество подстаканников. Тут два подстаканника, там подстаканник. Но я не могу понять, где сзади USB-разъемы. Представьте себе, вы спиногрызов сюда засунули с планшетами, и у них все в дороге разрядилось. USB-разъемов на галерке нет. Непорядок. Непорядок. Ну, давайте перейдем в багажник и посмотрим, что у нас осталось в багажнике из места при разложенных трех рядах сидений. Потому что предполагается, что машина семейная, и если мы путешествуем всей семьей, сколько останется места для багажа? Я вам сразу скажу, что места останется немного. Мы с вами откроем багажник модно. У меня получилось уже. Опа! Я уже научился это делать, друзья мои. Вот наш багажничек. Он получается вообще реально символический. Смотрите на вещи. Я даже выну те вещи, которые у меня там лежали. Запаска у нас находится под днищем, за счет этого очень высокий пол. И, естественно, если у нас заднее сидение свободно, если там никто не сидит, и мы хотим загрузить какие-то вещи, мы можем пользоваться вот этими самыми клавишами. и вот мы с вами раскладываем абсолютно ровный пол. Я так понимаю, что при определенном желании мы можем разложить и следующее сидение. Посмотрите, мы раскладываем одно сидение и второе. И вот у нас получается такое подобие лежанки. Реально, смотря на вещи, реально, смотря на вещи, я пытаюсь понять, можно ли здесь спать. Да, друзья, здесь реально могут спать два человека, а посередине вот в эту емкость можно вообще поставить тумбочку какую-то. То есть, прикроватная тумбочка, на которой стоят какие-то вещи. То есть, у вас даже два пассажира настолько комфортно здесь могут разместиться, чтобы переночевать, что у вас практически получается двухместный номер, где лежанка разделяется между собой. Причем, закрывается у нас багажник, друзья, как с кнопочки, конечно, с электроприводом на дверной панели, так и, опять-таки, вот таким движением. Только нужно проворно взять и отскочить. Я, видимо, вовремя не отскочу. Сейчас я... Опа! Я уже несколько раз... Вот интересный момент. Я, честно говоря, не понимаю, для кого это сделано, что нужно выскакивать из-под двери. Но, тем не менее, при определенном проворстве показывая чудеса сноровки, можно поражать окружающих и пешеходов тем, как ты выскакиваешь из-под машины, помахав зачем-то под ней ногой. И что у нас еще здесь открывается? У нас здесь еще где-то есть кнопочка. Сейчас мы ее найдем. Вот она. Которая открывает стекло отдельно. Это сделано для того, чтобы туда загружать просто поклажу свою. То есть мы берем какой-нибудь пакет, да, небольшой, купили в магазине и туда положили. В принципе, вот как раз это решается вопрос, чтобы вещи не вываливались наружу, как это у меня. То есть я открываю дверь, у меня все вываливается. Можно открыть сначала стекло было и либо все отсюда вынуть, либо как-то поправить. Ну, электропривода назад, безусловно, нет. Закрывается все руками. Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш долгосрочный тест-драйв Chevrolet Tahoe. И как раз прямо по пути в пресс-парк, чтобы отдавать автомобиль, я могу вам рассказать о своих впечатлениях об этом автомобиле. Потому что в процессе даже кое-что поменялось. Поменялись впечатления, поменялись ощущения. Если машина изначально показалась мне очень валкой и неповоротливой, то сейчас я на ней спокойно уже могу лазать в пробках между автомобилями. Я идеально чувствую габариты. Меня уже не пугает трясущееся сиденье, если оно начало вибрировать по какой-то причине. Потому что какие-то препятствия, безусловно, начинают предупреждаться вот этим вот вибрацией сиденья. То есть я уже эту машину чувствую, она стала моей и родной. И если сначала машина мне казалась даже, наверное, немного дряблой, то теперь я уже полностью прощаю эту рамную конструкцию. И даже в процессе какой-то дальней поездки, съездить там во Владимирскую область, под Нижний Новгород на этом автомобиле, я уже стал больше, во-первых, доверять этому автомобилю. Потому что это спокойно перевариваемый 92-й бензин. Это спокойно перевариваемые наши ухабы. И машина нормально идет. Я ее разгонял даже там где-то до 160-ти спокойно может идти и дальше. Потому что этот 6,2 он прямо чувствуется запас под педалью газа. Но не хотелось настолько прямо нарушать правила уже откровенно. Во-первых, во-вторых, больше и не надо. И автомобиль шел очень хорошо и четко управлялся. То есть вот той американской валкости характерной у автомобиля нет. Но основная прелесть этого автомобиля, по крайней мере для меня, заключается в том, что это настоящий чистокровный породистый американец. Именно вот в хорошем проявлении этого слова. Потому что в бытность в свое время, в 90-е я ездил довольно много на американских автомобилях и на европейских автомобилях, и на шведских автомобилях, и на японских. И все они делились на определенную свою какую-то харизму и понимание этого автомобиля. То есть были японские машины, были шведы, и вот у каждого был даже свой запах салона, свой интерьер. То есть когда ты садишь, ты сразу понимаешь, что ты попал в машину какой-то определенной идеологии, определенной религии. Впоследствии все это стало смешиваться. Ну, во-первых, произошли какие-то слияния многочисленных автоконцернов. А во-вторых, все стали пытаться подражать друг другу. Каждый стал пытаться делать какие-то премиальные элементы. Многие элементы стали косить с японцев. То есть даже заглядывая на американские автомобили там после 90-х, уже 2000-х, садишься в такую машину, да, она американская, но там очень многие моменты, то есть сделаны вот эти обмылочные пластмассы дешевые появились, какие-то фрагменты, даже вот по щитку приборов, по рискам, по всему, пропали американские штрихи. В данном случае мы имеем честный американский «Шевроле», полноценный, с этой кочергой, со всеми вот материалами, местами грубый, местами без каких-то вот, может быть, элементов европейского шика, лоска или пафоса. Безусловно, есть люди, которые скажут, что здесь недостаточные опции, такая большая машина, ну вот мы же сейчас в «Тездрайве» даже упоминали, нет ксенонового света, например, на этом автомобиле. Ну, нет каких-то ряда элементов, то есть ты смотришь, даже вот этот пластик, это именно пластик, это не металл. И, например, вот это вот не кожа, а кожа-замоотделка там у торпеды где-то, ну понятно, что руль и сиденья кожаные. Кстати, кожа на сиденьях очень неплохая, вот я как владелец двух BMW с самыми премиальными спортсалонами, считаю, что вот здесь кожа гораздо лучше, чем на этих моих BMW. Причина отсутствия ряда опций заключается в том, что General Motors разделил этот автомобиль, как «Шевроле Тахо», отделил от соплатформенного «Кадиллака». То есть таким образом получилось, что «Кадиллак» должен чем-то отличаться. Ну, естественно, у «Кадиллака» есть «Ксенон», у него есть ряд каких-то определенных лакшери, опций дополнительных, которых нет у «Тахо». Но это, собственно говоря, отражается на стоимости, которая составляет от 3 миллионов до 4 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Это хорошая, честная стоимость для автомобиля, который можно купить за эти деньги. Я понимаю, что, наверное, ближайший конкурент этого автомобиля, ну, именно вот конкурент, когда люди выбирают ценовой категории или, может быть, по формату, по размеру, там, по какому-то предназначению, это, наверное, 200-ый Land Cruiser. Ну, и, конечно, адепты японского транспорта скажут, должна быть 200-ка. Я соглашусь, я бы тоже выбрал 200-ку, но 200-ке нет харизмы, тем более, вот такой харизмы, как в этом американском автомобиле. Потому что, если покупать машину, на которой можно выделиться и выглядеть одновременно и солидно, и богато, и интересно, и необычно, это, конечно, что на Chevrolet Tahoe вот он идеальный вариант. Из небольших мелочей, о которых я вам уже рассказывал и, может быть, стоит добавить, наверное, это расход топлива, потому что, когда я говорю о том, что расход топлива здесь в пробках это 17-18, когда мы говорим о мертвых пробках, нет, это не так, это, наверное, я все-таки слишком оптимистичен был, реально уже, наверное, под 20-ком подобрался. Я до заправлял машину, потому что, думаю, ладно, полный бак заправлять не буду, каждый раз заправлял на 500-700 рублей и вот так вот уже несколько раз и опять надо подзаправлять все время, стрелочка падает. И вот именно маленькими дозами заправок начинаешь понимать, что действительно эта машина потребляет довольно много. Еще один момент, который, возможно, кто-то сочтет безусловно важным, это проходимость данного автомобиля и кто-то, возможно, скажет, а где же тест бездорожья, где же копание по грязи? На самом деле, несмотря на мой изначальный скепсис с сомнительным тестом, я все равно собирался красочно испачкать для Вастаха в грязи и даже отправился на разведку по окрестностям, в поисках наиболее подходящего болотца. Но гостеприимные владельцы местных УАЗов были так рады показать бескрайние русские топи, то обзорная экскурсия постоянно переходила в тропе. За этим увлекательным занятием мы и провели добрые полдня. И, наверное, это было к лучшему, потому что Тахо на своих 20-ти дюймовых шоссейных покрышках с кокетливыми юбками на бамперах и трансмиссии без всяких внедорожных изысков явно не порадовался бы такому испытанию. До остановки не довезли. Что за маршрутки? Да, да, да. Президент. Что за маршрутки пошли? Вроде. Кстати, местные уазоводы, узнав о моих планах на внедорожную часть обзора, тоже усомнили, что севший вишневый бегемот будет кому-то еще интересен, кроме школьной аудитории. Не, не слышно, что вы мне говорите из машины. Я говорю, повезут из города всякие техники, ездить не умеют. Вот правильная техника. Ну, и то верно подумал я и потратил вторую половину дня на съемку небольшого, но необычного и отдельного обзора. Подписывайтесь, ставьте лайки и дизлайки и оставляйте комментарии. Спасибо, что смотрит.